Выбирая варочную поверхность для дома, нужно учесть много моментов. Впишется ли в отведенную для нее нишу, подойдет ли под кухонный гарнитур, прихотливо ли в уходе. Если все сходится, берешь, закрывая один глаз на цену. И поскольку бы она не стоила, хочется, чтобы дешевле. Вот эта красавица Bosch точно впишется в любой интерьер. И совсем не важно, из какого материала выполнена ваша рабочая поверхность – дерево, натуральный камень или искусственный. Благодаря дизайну пианофилом или человеческим языком дизайну без рамки, поверхность встраиваться вровень со столешницей. С уходом тоже никаких проблем. Если вдруг что-то рассыпали или нечаянно пролили, вооружитесь крепком для стекла или тряпкой. Легким движением руки все следы готовки остаются только в вашей памяти, но никак не на поверхности. Конечно, средства для мытья посуды, абразивные средства и губки придется оставить в прошлом. Но оно же и к лучшему. Особенно, если речь идет о маникюре и коже рук. А если следов готовки как таковых нет, просто протрите поверхность после полного остывания. Материал поверхности – стеклокерамика. И это значит, что нужно быть максимально аккуратным при готовке. Не возить кастрюлю, а поднять и переставить. Не бросать ложку, а аккуратно положить. И лучше всего не на нее, а рядом. Хотя и на нее тоже можно. Кстати, о кастрюле с супом. Идеально, чтобы диаметр кастрюли совпадал с диаметром конфорки или был максимально близок к нему. В противном случае рискуете потратить электроэнергию впустую. То же самое касается и крышки. По возможности накрывайте все сковороды и кастрюли. Если нужно следить за готовкой, тогда запасайтесь стеклянными. Конфора, как и положено, четыре. С разным диаметром и мощностью. Максимальная мощность подключения – 6600 Вт. Да, двухконтурных конфорок нет. Но это как раз тот случай, когда они и не нужны. Ибо за счет использования новых стеклокерамических панелей High Speed, время приготовления и так сокращается на 20%. Уровней мощности – 9. И каждую из конфорок можно программировать как нужно. Для этого есть четыре поворотных механических переключателя. И знаете, это, наверное, один из немногих случаев, когда радуешься тому, что переключатель поворотный. Не нужно мыть руки и вытирать их перед тем, как менять мощность. Можно это делать сразу во время готовки. И что очень радует, есть индикатор остаточного тепла. А это значит, что не нужно проверять рукой, теплая поверхность или нет. А еще значит то, что можно использовать остаточное тепло, чтобы раступить масло, например, или шоколад. Или выключить конфорку за несколько минут до запланированного окончания готовки. Нужно ли в варочной поверхности что-то больше? Вопрос скорее риторический. Ибо каждая дополнительная плюшка – это плюс к цене, а иногда и очень существенный. Единственное, что хотелось бы, так это видеть в комплекте скребок для ухода, вилку и кабель для подключения. Но нет так нет. Не забывайте ставить лайки, смотреть другие наши ролики, чтобы дома всегда была только лучшая техника. Вкусных вам блюд, простой уборки и не менее простой готовки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok